Здравствуйте, мои дорогие Чикакцы! Я приветствую вас! И действительно, сегодня у нас в гостях замечательный человек. Это поэт, который он называет Иосифом Бродским XX-XI века, Александр Бывшев. Здравствуйте, Александр! Добрый день! Здравствуйте, Юрий! Здравствуйте всем нашим зрителям! Александр, у меня вопрос по поводу Украины. Вот обратите внимание, я, конечно, понимаю, что при президенте Януковича мы, россияне, жили хорошо, при президенте Порошенко мы стали жить плохо, поскольку пропаганда на центральных телеканалах, она только об Украине. Но вот скажите, пожалуйста, как вы вообще оцениваете вот то, что у нас на центральных СМИ говорят только об Украине, что больше не о чем поговорить? Вот это преобладание украинской темы на всех центральных телеканалах России, ничего кроме возмущения и брезливости у меня не вызывает. И эта великая держава, уже в пору называть новости Украины, я понимаю, от чего происходит эта вся истерия. Кремль, вся наша власть не может простить событий Майдана украинского. Это, конечно, был очень сильный удар по Путину. Я могу себе представить, какой панический страх он испытал при этих событиях. Я прекрасно понимаю, что Янукович и даром Путину не нужен, но такой страшный для российской власти прецедент, что народ возмущенный может выгнать с позором своего президента и его проворовавшуюся шайку дружков. Естественно, это никогда Путин украинскому народу не простит. Ну а кроме этого, есть еще одна причина в этой непрекращающейся антиукраинской, украинофобской истерии. Тем самым, власть как бы оправдывает свое крымское преступление, аннексию Крыма. Нужно показать массовому зрителю, что Украина это неправильная страна, мягко говоря, что там засели фашисты. И как-то уже аннексия Крыма воспринимается после этого более позитивно. Ну если страна, в которой фашистская хунта, тут грех, как говорится, не помочь борцам за русский мир, которых эти самые укра-бандеровцы или жидо-бандеровцы угнетают. В общем, ничего кроме возмущения это у меня не вызывает. И ведь, кстати, один из таких аргументов, который приводится в пользу оправдания аннексии Крыма, или как защитники Кремля говорят, воссоединения Крыма с Россией, вот какой. Что если бы не события Майдана, так называемый путь или государственный переворот, то не было бы ни присоединения Крыма, ни дальнейших событий кровавых на юго-востоке Украины. Но ведь это все вранье. Я в журнале за 13-й год, шестой номер, Москва, это художественно-публицистический популярный журнал российский, в авторской статье одной было написано буквально следующее, цитирую. Украина представляет собой злокачественную опухоль на теле русского мира. Это было сказано за более чем полгода до этих событий. И, кроме того, я одно время выписывал литературную газету, и примерно, начиная где-то с 2010 года, стали появляться статьи, где вбивалась читателям мысль о несправедливости границ, установленных большевиками, по поводу крымского вопроса. То есть уже тогда было все ясно. И, кстати, у меня есть стихотворение, а я их все датирую, где буквально за полгода я предсказал военную оккупацию Крыма. Ну да, конечно, я понимаю, что синагоги громят в Подмосковье, свастики рисуют на сожженных синагогах в Подмосковье, а в Украине, где евреи приходят на должность первого лица, это там фашисты. Я это все понимаю, конечно, и мы это все понимаем. Но у меня вопрос вот какой. Все практически обратили внимание на один интересный факт. Вот посмотрите. Все, без исключения, главы государств поздравили Владимира Александровича Зеленского с избранием на пост президента. Кроме одного. Кроме Владимира Владимировича Путина. Я все понимаю. Я могу допустить, что Зеленский Путину неприятен. Я могу допустить, что Украина Путина неприятна. Но, помилуйте, у меня вот такой вопрос. Между Украиной и Россией существуют дипломатические отношения. Отсюда следует. Есть такое понятие дипломатический протокол. Вот как вы это объясняете? Что это вообще такое? Вот я не понимаю. Со стороны Владимира Владимировича Путина вполне предсказуемый шаг. Он действует, что называется, в своем репертуаре. Дело в том, что Путин давно уже возомнил себя эдаким мировым решалой. Который выбирает, кто из политиков и руководителей глав стран достоин его, кто нет. Отсюда его постоянные опоздания на саммиты, на встречи с главой государств. Даже позволил себе такое хамство, как опоздать более чем на час на встречу с папой римским. Это все типичные штучки, которые он воспринял еще, очевидно, в школе КГБ. Такое психологическое давление на оппонента, показать его никчемность. На это еще накладывается его дворовое, такое пацанское воспитание. То есть Путин давно уже наплевал на международное право. И чувствует себя эдаким мировым паханом, которому абсолютно никакие законы, в том числе и мирового права, не писаны. С другой стороны, может быть, это и к лучшему, что такое произошло. Ибо поздравление со стороны главы государства-агрессора, который ведет необъявленную войну против соседней страны, это уже был бы верх иезуитства. Если бы такое произошло, то я бы на месте Зеленского просто подтерся бы этой бумажкой. Ну хорошо, но давайте тогда по-другому поставим вопрос. Не кажется ли вам, что подобного рода поведением, нарушением общепринятого дипломатического протокола Владимир Владимирович выставляет себя, мягко говоря, на посмешище в глазах мирового сообщества? Тут, может быть, два фактора. С одной стороны, действительно, скорее всего, за 20 лет такой бесконтрольной власти, какие-то психические изменения в черепной коробке и в содержимом ее у главы государства российского произошли. Это наверняка. Тут не хочется уже лишний раз эту банальную истину повторять о том, что абсолютная власть развращает абсолютно наглядный пример. Мы видим каждодневно перед глазами. С другой стороны, не исключено, что Путин намеренно так себя ведет. То есть, опять же, вот так, по-хамски, по-пацански, что хочу, то ворочу, а что вы мне сделаете? Я руководитель ядерной державы, у меня такая дубина, ну и что? И опять в очередной раз все это скушаете. Возможно, он просто упивается своей безнаказанностью, ролью такого, знаете, международного хулигана. Ведь Россия нынешняя ведет себя просто как страна-гопник. Хорошо, давайте тогда вернемся к Украине. Как известно, Владимир Александрович Зеленский, одно из первых его утверждений было то, что он обратился к постсоветским республикам. Смотрите, у нас получилось, значит и у вас получится. Многие политологи, многие обозреватели, они отметили, что подобного рога с заявлением Владимир Зеленский нажил в лице Владимира Владимировича Путина себе личного смертельного врага. И, скорее всего, Владимир Владимирович Путин воспримет это как личное оскорбление. Вы согласны с такой точкой зрения? Путин абсолютно согласен. Повторяется история с Михаилом Саакашвили. Очевидно, так оно и будет. С другой стороны, это очень сильное послание, такой, говоря современным языком, месседж. Странам, республикам бывшего Советского Союза, которые нынешний Кремль со своей имперской, такой абсолютно агрессивной политикой рассматривает как зону своих жизненно важных интересов. И это, кстати, уже не скрывают. Я в одном из номеров завтра небезызвестной полуфашистской, абсолютно погромной газетенки господина Проханова прочитал буквально следующее. Автор, не стесняясь, напрямую говорит о том, что мы не позволим бывшим республикам Советского Союза проводить собственную политику. Они будут идти в фарватере наших интересов. Понятно. Теперь у меня вопрос тоже об Украине, о другом заявлении Владимира Александровича Зеленского о том, что он не собирается идти на второй срок. И он дает в этом гарантию, и за пять лет он уничтожит коррупцию. Как вы считаете, это популистское заявление или это искренне? Похоже, что искренне. Дело в том, что, смотрите, за время пребывания Путина у власти сколько президентов в Украине поменялось. То есть уже начинают работать демократические механизмы передачи власти. Это очень хорошо. Хотя часто мне говорят, что не исключено, что следующий президент будет хуже, может не повезти. Согласен. Может быть и неудачный выбор, но это выбор народа. Не понравится, они могут переизбрать. А что вы можете с Путиным сделать? Если не Путин, то кто? Часто я начинаю разговаривать с достаточно даже образованными своими земляками. И задаю один и тот же вопрос. Покажите мне пример мировой истории, когда несменяемая власть приводила к процветанию страны. Когда это все не заканчивалось коллапсом, гниением, агонией страны или даже ее распадом. Все это подтверждают. Ну не хотят люди перемен. А Украина это действительно очень такой неприятный эпизод для России. Кстати, по второму суду мое стихотворение на независимость Украины было признано экстремистским и внесено в перечень федеральной экстремистских запрещенных материалов. Абсолютно там ничего не было экстремистского. Я долго думал, что же так могло напрячь власти этих наших силовиков в этом стихотворении. И тут меня осенило. Там была строчка. Твой Майдан для Кремля, как для циклопа бельмо. Но, кажется, именно это страшный сон для Кремля, если Украине удастся выйти из этих имперских смертельных объятий Москвы. Если действительно им удастся поднять экономику, победить коррупцию. Это действительно страшный сон для Кремля. Потому что это будет таким убийственным примером для россиян. И поэтому вся эта развязанная так называемая гибридная война, именно это был ответ на европейский свободный выбор украинцев. Именно это Путин, пока он будет в власти, никогда им не простит. Поэтому, пользуясь случаем, я бы очень хотел пожелать новому президенту Украины и украинскому народу только одного. Чтобы у них все получилось. Чтобы идеалы Майдана были притворены в жизнь. Желаю им успеха. Как я закончил то стихотворение, которое было запрещено. «Счастье тоби божаю, Украино моя». Кстати, эти строчки были экспертами тоже приведены в заключении, как доказательство того, что я разжигаю рознь между нашими народами. То есть пожелать успеха и счастья соседней страны – это экстремизм. Что поделаешь. Такие у нас времена, как сказал бы, Владимир Познер. Теперь у меня вопрос все-таки о российских делах. Вот я знаю, что в преддверии 9 мая сейчас, в данный момент, российских учителей, их заставляют сгонять своих учеников на акцию так называемой «бессмертной полки». Я вот знаю, что в моем родном Саратове многие учителя уже возмущаются, что мало того, что они пашут за нищенскую зарплату, так их еще лишают законного выходного, заставляя участвовать в этом победобесии. Скажите, Александр, как вы относитесь к этому явлению? Кстати, очень точное слово «победобесия». Не прибавить, не убавить. Года два назад я написал короткое стихотворение, будет в тему. Всего одну четверостишца, которая так и называется «О победобесии». Здесь миротворцы не нужны, мы свежей кровью раны лечим, Ведь кроме страшной той войны нам больше и похвастать нечем. Я уже давно не хожу на празднование 9 мая, Потому что не нравится мне этот самый натужный пафос, эти фанфары. 40 с лишним миллиона человек было убито, А тут вместо поминовения получается с праздником, Или, как некоторые вообще говорят, с праздничком вас. Когда я смотрю на эти везде навешанные ленточки, которые называю колорадскими, Машины все увешаны в этот день, буквально живого места нет. Единственное, только за выхлопную трубу еще никто не догадался навешивать это. Когда я наблюдаю эти абсолютно постыдные картины, Эти костюмированные мероприятия, так называемые перформансы, Когда чуть ли не в детском саду детишки стоят в гимнастерках, в пилотках. Зачем это воспитание милитаризма? Кстати, у нас под Орлом даже и появился магазин военной формы, называется «Милитарист». Представляете, до чего мы докатились. Кстати, приведу такой пример, весьма характерный. Когда я после второго суда отбывал уже свои вторые принудительные работы, то однажды я возвращался домой, путь мой лежал мимо детского садика. И там я увидел группу детишек, такого же, я сильного возраста. А в это время низко пролетали вертолеты. Один мальчик, глядя на них, сказал с таким восторгом, «Когда я стану взрослым, я тоже вот так буду летать». Одна девочка постарше спрашивает, «А зачем?» «А я тоже вот хочу пострелять». И она тут же ему сказала, «Ну так тебя ж могут убить». Этот мальчик, я не знаю, четырех лет, не больше, сказал, «А я буду стрелять первым, я первым убью». Вот что прививается уже с такого возраста. Это страшно. И особенно пик победовесия приходится как раз на 9 мая. Да, я согласен с вами полностью, потому что вот я разговаривал с моим другом Сашей Глушенко. Он говорит, вот у меня отец воевал, он уже умер. Вот 9 мая я просто прихожу к нему на кладбище и просто вот тихо сижу. Больше ничего. И вот этот пафос, я вот Саша говорил, я его дико воспринимаю. А вот вам не кажется, Александр, что вот этим победобием в людях воспитывают раздражение уже вот к этому самому явлению? Ну, я не занимался такими социологическими опросами. Возможно, да, что у какой-то части населения это вызывает обратную реакцию, что называется, накушали. Тем более, когда насильственно это сгоняют, когда против воли это тоже никому не нравится. С другой стороны, какой-то части населения это, наоборот, нравится. Я могу это судить по своим бывшим ученикам. Уже более пяти лет я в школе не работаю, но встречаю такие случаи, когда мимо меня проходят группы школьников, или там что-то в мою сторону кричат «фашист», или там «Зикхаль», или «Россия рулит». Особенно венцом этого победобеса являются такие абсолютно дебильные лозунги, как «Можем повторить» и «На Берлин». Причем это, что особенно меня возмущает, что это лозунг на Берлин пишется именно на иностранных иномарках. Не на «Жигулях», на «Мерседесах», допустим. Конечно, эта победобеса искусственно подогревается для того, чтобы, с одной стороны, поддерживать этот градус ненависти, агрессии, а с другой стороны, для оправдания нынешних и, возможно, будущих войн, которые собирается Россия развязывать. Кстати, в пику знаменитому стихотворению «Хотят ли русские войны» Евгения Тушенко я написал совсем коротенькое. Называется «Самой миролюбивой стране в мире» посвящается. Естественно, «самой миролюбивой стране в мире» в кавычки взято. «Кровь проливать нам нет судьбы иной, боями россияне разогреты, моя страна живет одной войной, вот потому так чтят здесь День Победы». Александр, давайте мы сейчас с вами прервемся на короткую рекламу, после которой наши уважаемые зрители смогут задать вам вопросы. Итак, друзья, рекламная пауза. «Хотят ли русские войны»